Когда мы собираемся поехать куда-нибудь отдохнуть, прежде всего нас интересует куда, потом нас интересует почем и уже потом нас интересует что с собой взять или кого с собой взять, хотя это вообще не интересует. Итак, друзья, мы выбрасываем очень важный элемент отдыха, от которого зависит вообще качество этого отдыха. Мы забываем задать себе вопрос, а в чем мы будем переносить все то, что мы с собой будем брать? Другими словами, если просто по-русски, какая сумка будет с нами? Потому что если я возьму свои любимые ласты, шорты, плавки и две моих любимых майки в чемодане, это будет один отдых. Если я все то же самое положу в сумку, это будет другой отдых. А если я все то же самое положу в рюкзак, это будет совершенно третий отдых. Какой выбрать? Не знаю. Главное понять, в чем разница. А для этого у нас есть сюжет. Лето, пора путешествовать. А где путешествия, там и вещи в дорогу. Программа «Галилео» решила проверить, в чем же лучше перевозить багаж. И пригласила трех бывалых путешественников. Знакомьтесь. Турист Иван. Барт и покоритель гор. Журналист-международник Петр. И футболист Николай. Постоянный участник разноудаленных первенств. А вот и то, что им предстоит испытывать. Какое же из этих трех устройств пройдет все наши тесты? Сумка с ремнем на одно плечо? Заплечный рюкзак с двумя лямками? Или чемодан, который вообще не нужно таскать на себе? Знай, вези его на своих колесиках. Делайте ставки. Для чистоты эксперимента мы выбрали сумки, одинаковые по объему. Сначала контрольное взвешивание. Вес рюкзака почти три килограмма. Чемодан около пяти. Самая легкая – спортивная сумка. Чуть больше одного килограмма. К тому же, в сложенном виде она займет меньше места на антресолях, чем, например, тот же чемодан. За легкость и компактность начислим в спортивной сумке один балл. А вот эту гору вещей нам предстоит упаковать. Тут действует правило. Тяжелая – вниз, а легкая – наверх. А чтобы ноша была одинаково тяжелой для всех, в качестве дополнительного балласта возьмем пакеты с пшеном. Теперь у каждого испытателя груз по двадцать пять килограммов. Кстати, этот вес максимальный для этих трех сумок. Впрочем, закрывать сумки еще рано. Спецгруз от «Галилео». В этом свертке находится нечто хрупкое и очень ценное. Журналист Пётр даже на всякий случай решил закрыть свой чемодан на кодовый замок. Но выдержат ли крепления такую нагрузку? Особенно молнии. На фабрике, где шьют молнии для дорожных сумок, застежки обязательно тестируют на прочность в разрывных машинках. Эта молния сломалась только при нагрузке в восемьдесят килограммах. Значит, и наши двадцать пять выдержат. Что же делает эту застежку такой прочной? Зубцы молнии располагаются относительно друг друга в шахматном порядке. Каждый зубчик – это маленький крючок. Соединяет их ползунок, который скользит по ленте. Крючки цепляются друг за друга и закрываются. Получается, когда мы застегиваем молнию, мы закрываем сумки на тысячи маленьких замочков. Однако нам пора дать старт соревнования. Первое состязание – забег. Дистанция – двести метров. Сначала по пересеченной местности. Под ногами песок и камни. Турист Иван с рюкзаком пока в лидерах. С сумкой через плечо бежать не так удобно. Поэтому, несмотря на хорошую физическую форму, спортсмен Николай пока идёт второй. А журналист Пётр с чемоданом бежит последним. Впрочем, аутсайдерам ему быть недолго. На гладком асфальте Пётр вырывается вперёд. Финиш. Первый – Пётр и его чемодан. Иван с рюкзаком и Николай с сумкой делят почётное второе место. Начисляем один балл чемодану на колёсиках. Кстати, приделать к сумке колёсики догадался американский пилот Роберт Платт. Чтобы не таскать на себе тяжёлый багаж, он прикрепил ко дну сумки колёсики от мебели. И у него сразу появилось много поклонниц. Его идею оценили стюардессы, а вслед за ними и пассажиры самолёта. Роберт Платт оставил карьеру лётчика и стал выпускать дорожные сумки на колёсах. Кстати, а какую дистанцию может пробежать наш чемодан на своих колёсиках? Вы удивитесь, но эта цифра уже давно посчитана и записана в гости. Хорошая сумка обязана проехать расстояние в 32 километра. Проверим? Дистанция пройдена, и ни одно колесо не отвалилось. Однако нам пора вернуться к нашим испытателям. Им предстоит подъём по лестнице. Лестница на пути опаздывающего туриста – это просто беда. Тут колёса чемодану не помогли. Его приходится тащить, как ребёнка, за ручку. Сумка у Николая висит слишком низко, поэтому во время подъёма он сильно устаёт. К тому же такая ноша грозит искривлением позвоночника. В этом состязании преимущество у Ивана. Боковые стяжки и поясной ремень рюкзака равномерно распределяют нагрузку по всей спине. Начисляем один балл рюкзаку. Устроим победителю ещё одно испытание на прочность – лабораторный тест. По стандарту лямки туристического рюкзака должны выдерживать нагрузку в сто пятьдесят килограммов. Посмотрим, на что способна выбранная нами модель. Увы, только сто сорок один килограмм. Подвела пластмассовая пряжка. А вот сам ремень порвался лишь при трёхсот сорока. Не выдержал шов. Состязание третье – наводонепроницаемость. Не будем ждать ни милости от природы. Возьмём лейку. Кстати, у рюкзака на этот случай есть ещё и дождевой чехол. Тут все сумки проявили себя наилучшим образом. Ведь они вместе с чехлом сшиты из одной ткани – полиэстера с водонепроницаемой пропиткой. Она-то и спасла от наводнения. Вещи внутри остались сухими. Все получают по баллу. Итак, пока промежуточные результаты следующие. У чемодана, сумки и рюкзака одинаковое число баллов. Прежде чем устраивать финальное испытание, выясним идеальные размеры багажа для путешествий. Если вы летите самолётом и хотите взять вещи с собой в салон, то лучше выбрать сумку небольшую по габаритам. Её длина, ширина и высота в сумме не должны превышать сто пятнадцать сантиметров. Объём ограничен размерами багажной полки. А вес ручной клади должен быть не больше десяти килограммов. Это в самолёте. А в поезде идеальные размеры багажа – восемьдесят сантиметров в длину, пятьдесят в ширину и тридцать в высоту. Такая сумка спокойно впишется в узкий коридор купе и уместится под полкой. И самое главное следите, чтобы размеры багажа не превышали в сумме ста восьмидесяти сантиметров. Иначе придётся брать ещё один билет. Финальное решающее состязание. В поездке с багажом всякое может случиться. Проверим, какая из сумок выдержит свободное падение вот с этого высокого парапета. Стоп, а как же хрупкая посылка от Галилео? Вот и узнаем, кому из испытателей удалось довести её целой и невредимой. В рюкзаке и сумке одни осколки. А в чемодане, благодаря его жёстким стенкам, главный приз совсем не пострадал. Хрустальный кубок по праву достаётся победителю. Поздравляем и желаем всем участникам скорее отправиться в отпуск. Сейчас пойду в бухгалтерию за зарплатой. Вот думаю, что с собой взять. Чемодан, сумочку или рюкзак. У нас летом тяжёлая ситуация. Зарплату выдают картошкой.